Здравствуйте! С вами Валерий Малышев. Я сегодня хочу показать, как я собираю пчелиный прополис. Вот для этого я пользуюсь вот такой рамкой. Есть, конечно, рамки и деревянные. Но у меня вот такая, значит, алюминиевый каркас. Вот такие пластины вставляются. Это уже пластмасс. Вот вставляются. И вот это все ставится наверх или магазина, или корпуса. Вот здесь расстояние между этими пластинами должно быть в пределах 2-3 миллиметра. И вот такую решетку, или рамку, будем так назвать ее, ставится она наверх. Ну, дней на неделю, дней на 10. Примерно так вот. Ну, в зависимости, какое время. Допустим, если весной, я вот заметил еще, когда весной я ставлю, то быстрее залепляют вот эти полоски. Значит, больше прополиса. Летом похуже немножко. Когда вот медосбора, они, наверное, не до прополиса. Они мед собирают. И осенью еще хорошо прополис идут. Несут сюда. И все вот эти, вот эти ящейки, они, значит, залепляют. После того, когда они залепили тут все, принесли, значит, прополис, я эту рамочку забираю, вытаскиваю. Ну, предварительно, конечно, чем вытаскивать, я ее охлаждаю где-то градусов, ну, до 10 примерно. Вот так вот. Потом достаю и просто вот так ломаю. Вот и вот гну вот так. А прополис мы знаем, что он застывает. И когда он застывший, он хрупкий становится. И вот так вот я раз потихонечку, потихонечку. Ну, можно, конечно, постучать вот так вот. Ну, я делаю лично вот так вот. Если где не отошел, вот как здесь, допустим, вот видно, что немножко еще прополис остался того года. Ну, я бывает, то оставлю, то немножко ножом немножко так раз соскребаю. Вот здесь она пазы, тут все видно. Я вот такую решетку уже, конечно, давно купил. Ну, вот сколько с одной, я собираю, я чуть как-то никогда не взвешивал, поэтому даже не могу сказать. Поставил. Прошла там неделя, дней 10. Собрал, потом опять поставил. И так вот весна, лето, осень. Ну, осень я имею в виду не октябрь, ноябрь, а август. Вот такой осень-то. И все. И вот потом я это, значит, прополис собираю. Немножко его упаковываю. У меня есть формочки такие специальные. И после этого я уже товарный вид ему придаю этому прополису, чтобы он и смотрелся красиво. Ведь не будешь продавать какие-то комки. Некрасиво. Да и покупатель, он не каждый поймет, скажет, что ты комок какой продаешь. А когда прополис упаковал красиво, да еще там этикеточку подставил, ну, телефон свой оставил, номер какой, чтобы вопросы какие решать. Ну, вот, сегодня я такую, значит, покажу, как я ее ставлю. Вот вечер подойдет, и я ее поставлю. Потом, по мере приноса прополиса, я покажу, как я ее снимаю, как я достаю этот прополис, как упаковываю. Это все я буду потом все показывать. Ну, вот. Тут даже осталось вот прошлогоднее. Ну, все. В принципе, вот все. За сколько покупал я эту решетку, я уже забыл. Давно было? Может, пять? А может, и семь лет назад. Давно? Ну, вот такой я пользуюсь. Ну, прополис, что? Это дополнительное, так сказать, заработок с пасеки, или дополнительный доход с пасеки. А то многие пчеловоды, что? Только мед, и все. А ведь можно с пасеки что делать? И прополис, и пергол, и пыльцу, и воск продавать, и мед в сотах, и секционный мед. Так что... А некоторые еще даже и раки изготавляют, продают пчеловоды. Ну, я... Станок есть у меня, но я не хочу. Не то, что никак не хочу. Наверное, все-таки времени не хватает. А так можем самому его рамки делать. Полурамки. И продавать. У нас сейчас они, наверное, рублей 15-20 стоят. Но я сам, конечно, никогда не покупаю. Для себя-то я всегда делаю. Поначалу, конечно, когда я только начинал заниматься пчеловодством, я, конечно, покупал и полурамки, и рамки. Ну, потом купил станочек универсальный. Там и строгает он, и ресмус, и пелет, и четверти можно выбирать. И вот с помощью этого же станка, электростанка, я уже начал сам изготовлять для своей пасеки эти рамки-полурамки. Также я немножко начал сейчас, только в этом году, конечно, начал делать рамки для сотового мёда. Ну, или для секционного мёда, кто как его называет. Вот. Значит, что? Надо заниматься пчеловодством, и надо всё брать из пчеловодства. Не только мёд, значит, как я говорю, но и всё остальное. Конечно, мне ещё можно практиковать ужаливание пчёлами, но я, так сказать, это дело пока только пробую. На себе, на жене. Посажу немножко пчелу, она ужалит. Там проходит 3-4 минуты. Я жал, убираю. Ну, помогает, как будто бы. Но, одним словом, хуже не стало. Будем так говорить. Так, ну чё. На этом пока всё, наверное. Так что, желаю больших медоносов, больших привесов на пасеки, чтобы пчёлки работали, чтобы вы были здоровы. Собирайте прополис, пиргу.